Перед проведением поведенческого наблюдения по безопасности наблюдатель должен подготовиться определить место проведения наблюдения, уточнить опасные факторы участка подлежащего наблюдению, точно понимать, какие работы и кем производятся на участке, изучить документацию участка и инструкции по выполнению работ, владеть методикой проведения наблюдения, подготовить вопросы для правильного его проведения в соответствии с методикой поведенческого наблюдения безопасности. Наблюдатель следит за действиями работников в соответствии с категорией проводимых наблюдений, процедуры, спецодежда и средства индивидуальной защиты, положение движения тела, инструменты и оборудование, место проведения работ. Поведенческое наблюдение по безопасности проводится на автоналивной эстакаде нефтебазы ТУ «Казмуной газ» УНМДР. Проведя наблюдение за работой, я вижу, что действия работников небезопасны и могут привести к несчастному случаю. Моя задача – осторожно остановить работу и провести беседу с работниками. Беседу надо начинать не с замечания, а с позитивного комментария. Уважаемые коллеги, вы не могли бы уделить мне несколько минут вашего времени? Пожалуйста, осторожно спуститесь вниз. На протяжении всего поведенческого наблюдения по безопасности беседу с работниками нужно проводить без оказания давления. Разговор начинается в позитивной манере, цель которого – осознание работникам видимой проблемы. Здравствуйте, Джабас Фабай Маратович, руководитель службы охраны труда и окружающей среды. Я провожу поведенческое наблюдение безопасности на вашем участке. Здравствуйте, Арсен Жумубеков, электрогазосварщик. Несед Дарбаев, помощник сварщика. Приятно отметить содержание вашего рабочего места в чистоте. Оскажите, пожалуйста, оформлены ли вами наряд допуск на проведение работ повышенной опасности? Да, оформлен. Согласно инструкции по безопасности и охране труда для электрогазосварщика, использование защитных очков помощнику электрогазосварщика является обязательным. Кроме того, при работе на высоте необходимо использовать предохранительные пояса. А вы задумывались о последствиях? Можно упасть с высоты или повредить глаза в случае попадания искры. Работая без защитных очков, вы подвергаетесь свое зрение опасности. Это может привести к необратимым последствиям. А что касается использования предохранительных поясов, здесь все гораздо серьезнее. Я не подумал, что это так опасно. А что мешает вам работать безопасно? И как часто вы работаете без защитных очков и предохранительного пояса? Бывает, так как нужно идти за спецодеждой и инструментами на склад, а это занимает время. Если вы знакомы с золотыми правилами, то сегодня вы нарушили два из них. Первое – это работа на высоте, и при этом вы пренебрегли положениями наряда допуска. Вы подвергли свою жизнь и здоровье опасности. Могу я быть уверен, что в дальнейшем вы будете работать безопасно? А вы нас заставили задуматься. Сейчас же с соседом сходим на склад за очками и поясом и будем в дальнейшем ими пользоваться. Могу я чем-нибудь посодействовать по улучшению вашего рабочего места? Нам бы не помешали разбирающиеся передвижные площадки, ну и запас новых рукавиц для сварочных работ. Хорошо, постараюсь проработать этот вопрос. Похвально, что вами выставлен пожарный пост, имеется огнетушитель. В дальнейшем, я думаю, вы постараетесь работать безопасно. Желаю вам успехов в дальнейшем работе. Вслед за проведением беседы, убедившись, что действия работников стали действительно безопасными, наблюдатель приступает к вводу информации с листа наблюдения в систему учета поведенческих наблюдений. Должны быть зафиксированы все выявленные опасные действия и условия, немедленные корректирующие действия, предпринятые наблюдателем, и предложения по предотвращению их повторного возникновения, а также отмечены положительные действия работников. По результатам поведенческого наблюдения по безопасности, работа, проводимая на участке нефтебазы, выполняется без нарушений, что и является целью поведенческого наблюдения по безопасности. Приверженность принципу безопасной работы подтверждена, получена обратная связь между работником и наблюдателем. Как следствие, со временем станет наблюдаться снижение динамики опасных действий на предприятии.